Замечательный вопрос в прошлый раз по поводу, ну неужели вот вся эта история, золотой арабский век, как бы не было теологических споров? Они были очень серьезные. Дело в том, что они не все положены на бумагу, и мы не всегда, когда читаем некоторые ответы, понимаем, о чем спор. Споры были с караимами, и в основном они сводились к весу устной тары, насколько много она весит. Поэтому сегодня, собственно, эту тему читать не очень интересно. Плюс ко всему второй важный момент состоит в том, что я ведь обозначил, что где-то 950 год, просто 950 год, это начало еврейской литературы в том смысле, что авторской литературы. Вот 927 год, деятельность Рамса Ади Гаона, это вот где-то вот этот переломный момент. По этому поводу ведь то, что у нас есть предшествующий материал, он как бы обрывки, причем больше сосредоточенные на законе, чем на чем-то другом. Либо сосредоточенные на законе. И я подозреваю, что дело в отборе, который происходил, что как бы, вот чего мне не хватает в этом материале очень сильно. Текстов проповедей, извините за высказывание, но ведь понятно, что мудрецы тому времени выступали перед народом, что-то им рассказывали, обращаясь к их душе. И было бы очень интересно посмотреть, что они говорили. Вот это несохранение. Или сохранилось в очень слабой форме. Вот. И в связи с этим, вот обсуждение, какие теологические линии там шли, какие течения. Видно, одна довольно важный момент, виден хорошо. Безусловно, вот мне, я даже не знаю, как сформулировать это интеллигентным образом, чтобы это не прозвучало каким-то унижением. Но, безусловно, под влиянием мусульманских философов и под влиянием караимов, которые решили устную тору заменять именно философией, начало развиваться еврейская философия. Это их влияние. Вот в данном случае я попытаюсь аккуратно сформулировать. Имеется в виду поначалу вот сам факт занятий, это чужое влияние, именно факт занятий философией. Причем вот слово философия, кстати, вы учтите, что ежели меня сейчас занесет, то это вы и виноваты. Значит, само понятие философия вы учтите, я пользуюсь университетским определением, а именно, когда, говорит, произносится слово философия, то имеется в виду нечто, наследующее Древней Греции. Вот все, что не наследует Древней Греции, то есть если это не в русле Платона, Аристотеля, Эпикура, Плотина, вот эти вот направления. Все, что вне этого, не называется философией вообще, по определению. Правило, что то, что не лежит в этом русле, называется мысль. Вот, например, будут различные совершенно две книги, еврейская философия и еврейская мысль. Это будут две абсолютно непохожих друг на друга книги, которые между собой будут иметь довольно мало общего. То есть будут еврейскую мысль, надо включать философствующих авторов. Но вот это пробуждение еврейской философии, а вот чтобы было понятно. Книга Раби Саади Гаона, при том, что у еврейских современных университетских авторов старательно указывается, что ее философская часть, еврейская философская часть, она заимствована, рассуждения заимствованы так или иначе у арабов. При этом, например, на данный момент именно в этой книге содержится первое в истории упоминание, что такое разум и что такое истина в философской категории. То есть это какое-то интересное такое место, что до него как бы никто это на бумагу не положил. Может быть, кто-то и говорил, но на бумаге до нас ничего такого не дошло. Например, у него мы находим первое описание паранойи, как болезнь, при том, в философской книге. До него, вот здесь вот начинается интересный, может быть, момент, опять вот, если кому-то неинтересно, вы просто скажите, я переключусь дальше, пойду. До него, до Рава Саади Гаона почти навек появилась другая книжка. И, собственно, вообще-то первой еврейской книгой по философии надо признавать книгу «Раби Ицхака Исраили». Он жил где-то на век раньше Рава Саади Гаона. Другой разговор, что в отличие от Рава Саади Гаона, он не занимал административных постов еврейской общины, а был врачом, причем врачом одним из крупнейших своего времени. И достаточно сказать, что века до XVI его трактаты по медицине были базовыми книгами в европейских университетах, и не только в европейских. То есть, как медик, это был человек, который оставил учебники, которые продержались 500 лет. Знаете, это, я бы сказал, достижение. И это показывает на то, что он серьезный был врач. Причем такие книги сугубо профессиональные, типа «Трактат о моче». Их там несколько у него таких. Но он оставил непонятно зачем, и непонятно зачем он писал, непонятно, что важно, что нам трудно понять в этой истории. Непонятно, для кого он это писал. Он оставил книгу по философии, причем философия, о которой он говорит, это философия платоновская. А не, вот скажем, Рапсадия-Гаонская линия, аристокельянская линия, линия Аристотеля идет. Хотя вот здесь есть, я не хочу входить в профессиональные оговорки, там нужна серия профессиональных оговорок о том, что такое средневековый аристотилизм, но тем не менее. Но книга, вот скажем, Ицхо-Исраэли – это первый какой-то более-менее вменяемый еврейский теологический трактат. Вот здесь я хочу оговориться. В талмудической литературе, под словом талмудической литературы, я имею в виду Талмуд и Корпус Медрэшей, никогда и исключая Зохара из этого списка, Зохара книгу Ицхо-Исраэли, то есть каббалистические трактаты, я исключаю почти полностью из этого обсуждения. Там теологии в том смысле, как правильно понимать это слово. Теология – это наука о Боге. Обратите внимание на вот эту формулировку, когда человек пытается говорить о Боге, а не о этом мире, в котором есть Бог. Вот это вот тонкая разница между… Что такое теология? Теология – это некоторая наука о Боге. Я хочу заметить одну довольно любопытную вещь. Вот если христианская теология с самого начала существовала, скажем, книга блаженного Аггустина, Агрелия Аггустина, по-моему, о Граде Божьем, а это IV век, то эта книга по философии уже вполне себе философская. Так как у христиан довольно сложное построение теологическое именно в науке о Боге, и, например, вот сам догмат о Троице требует весьма серьезно заняться именно теологией, именно наукой о Боге, то у христиан теология очень сильно развивалась всегда. Но, например, она же, вот философская попытка как-то решить проблему язычества… Я не знаю, насколько нужно называть фамилии этих авторов, типа Ямлиха. Это ученики Плотина. Это как раз та самая попытка, именно теологическое решение проблемы, как от единого Бога происходит многобожный пантеон. То есть здесь тоже есть место философии. В тот момент, когда греческая философия, начиная с Сократа, выдвинула идею о едином источнике небесном всему на свете, то с этого момента у нее появилась возможность и необходимость произносить слово «теология» и заниматься ею. Вы долго будете смеяться. Евреям это все было не нужно. Видите, вот это интересный вопрос. Евреи эту ветвь знания просто считали напрочь ненужной. Им нечего было решать в теологических проблемах. Они не видели проблем, что нужно такое говорить о Боге, чего и без этого не понятно. Вот почему еврейская теология не развивается? Потому что непонятно, какой вопрос мы собираемся решать. Вот для того, чтобы заниматься теологией, надо сформулировать вопрос. А вопросов нету. По крайней мере, так воспринималось. И, собственно, в тот момент, когда Ицхек Исраэли пишет свою книгу, он ставит тот единственный вопрос, который может теологически возникнуть в иудаизме, это проблема единства и множественности. Если Бог един, то как из единой воли одного получается разнообразие нашего мира? То есть единство и разнообразие. Вот этот вопрос. Этот вопрос как раз решается, является одной из ключевых тем, собственно, философии Плотина и вот этой школе, неоплатоновская школа, античный неоплатонизм, который относится к Плотину. Ну, основательный, который является Плотин. Плотин – это уже новая эра, это уже второй век новая эра. Я хочу здесь сразу заметить. Вот я не знаю, говорил ли я это, но единственный античный еврейский философ, единственный, а именно филон Александрийский, он же филон еврей, и филон жид вообще-то, правильно ли говорить, он же Едидия Александрони, Едидия – это его еврейское имя, а филон – это буквально перевод этого имени на греческий, Едид – друг, да, филон возлюбленный, Едидия Александрони он же. Евреи его не сохранили. Евреи о нем не знают. О нем знают христиане, на него регулярно ссылаются исследователи. О нем не знают евреи. Это любопытный момент, когда один из крупнейших философов античного мира как бы прошел мимо. Хотя филон Александрийский был евреем, соблюдающим еврея, кстати. Сохранилась его рассказ о том, как он ходил в храм. Он ясно, что он навещал, посещал, некоторые говорят, преподавал, некоторые спорят с этим, Александрийскую школу философов. Он действительно решал библейские вопросы методами, принятыми скорее в… Очень трудно сказать, как бы назвать эту школу. Она скорее платоновская, но она замешана на всяких эллинистических традициях отдельно. Но еще раз, поэтому это мимо как бы прошло, как бы этого не было. Точно так же. Ицико Срейли, он тоже прошел мимо. Но, по крайней мере, он ставит этот вопрос. В его книжке этот вопрос поднят. То, что решение его не оригинально. То, что его книга является, выглядит, ну вот, честно говоря, мои впечатления, выглядит конспектом какой-то другой книги на эту тему, только слегка переделанной под еврейские нужды. Тем не менее, вот такая книга появляется. Это означает, что, по крайней мере, интеллигентный человек, какой он был, заведомый Ицико Срейли, потому что врач не может быть другим человеком, в те времена. Это сегодня врач может ничего кроме медицины не знать. Тогдашний врач – это очень широко образованный человек. Именно широко. и хорошо знающая философию, потому что по-другому это связано на том, как у этого медицины. как бы тоже несколько мимо прошла. И вот Саадия, как раз он… И вот смотрите, давайте, какие проблемы, если мы хотим понять, какие проблемы волнуют Рава Саадия Гаона, что он дарится писать довольно толстый трактат. Можно сказать, что на самом деле девять десятых этой книги посвящены чисто еврейским вещам и не столько теологии, сколько теме рай и ад, награды и воздаяния. Вот такого сорта вопросов. Воскрешение мертвых. Основные вопросы, которые там решаются, они вот этого круга. Там начало, первая часть книги, она учит философское, но я хочу обратить внимание, что, например, Рав Саадия надолго застревает в теории познания. Ну, современным языком это бы называлось гносиология, а он надолго застревает в теории познания, где он пытается сказать, некоторая формулировка идет, которая надолго была, и это называется теорией или двойной истины, или дублирующей истины, краткость, которая, кстати, не важно, пока не знаю, которая он доказывает, что естественно научная истина и религиозная истина, полученная от пророков и по традиции, они должны совпадать. Это две совпадающие истины, называется, ну, либо дублирующая истина, эмунакфула это называется в науке, но как бы дублирующая истина или двойная истина. При этом вот это длинное обсуждение, что как бы четыре пути познания, три из которых естественно научные, а один противопоставленный – это теория, это как раз традиция. И одна вещь, которую он там формулирует, оказывается безумно важной, и вот с ней как раз на тему этой истины споры велись и тогда, и сейчас. Это вопрос о том, насколько традиция обязана соответствовать здравому смыслу. Вот здесь есть очень важный момент. Рабш-Аддиагаон формулирует для евреев, по крайней мере, о том, что вся традиция, письменный и устный, она рассматривает как единый комплекс, потому что письменная традиция без блока передачи, без сопровождающей информации как бы не нужна никому. Что мы, в отношении двух истин, естественной и религиозной, он говорит о том, что писание должно соответствовать здравому смыслу. Для него это очень важная креда, такое он действительно утверждает, что по-другому не бывает. И более того, утверждает довольно любопытный момент, что ежели что-то в писании вам кажется не соответствует здравому смыслу, значит, вы, наверное, неправильно понимаете. И если вы придумали, подумали и нашли, привели текст в писание в соответствии со здравым смыслом, то вам будет награда и за труды, и за результат. А если вы пытались и не нашли такого решения, то вам будет награда за труды, но не за результат. Я просто это самое. То есть, как бы, он не то что... И отсюда, на самом деле, именно вот из этой концепции идет, например, вот у Сан Диагаонов комментарии к Торе. До нас дошел маленький кусок очень из этого комментария, но он пытается найти в Торе, там, скажем, теорию четырех стихий или четырех первых элементов, которые вода, «Земля, вода, воздух, огонь». Старайтесь доказать, что это в Торе есть в рассказе о «Шести днях творения». Кстати, за ним это будет повторяться до тех пор, пока не возникнет современная химия. Это будет повторяться еще очень долго, то, что он там сказал. Но это именно вот эта теория двойной истины, которая как бы требует наличия и там, и там одинаковых результатов. Я обычно привожу в качестве любимого анекдота, я боюсь, что я не первый раз вам привожу этот пример, но у Рава Аарона Маркуса в начале 20 века, скорее, в конце 19 века, в начале 20 века есть указание, где в библейском тексте можно найти упоминание рентгеновских лучей. И это нормально. Это вот это русло традиции. Но я хочу обратить внимание на безумно важную вещь, что у Саади и Гаона его философия не теология. Неожиданный такой момент. Он очень мало говорит о Боге, хотя у него есть очень важное для теологии некоторое положение, которое в дальнейшем повлияет очень сильно на всю еврейскую кабалу. Но я чуть-чуть ниже скажу. А, я просто раз говорил несколько об этом. Но его работа философская, то, что он говорит о Боге, это скорее в области философии. Доказательство единства Бога, доказательство, что мир был сотворен, а не существовал вечно. Это же одна из главных проблем. В тот момент, когда еврей начинает заниматься философией, я говорю, что философия – это то, что наследует греческой традиции, так ведь у греков мир существовал вечно, а у евреев нет. И это начинается… Вот здесь возникает одна из первых проблем еврейской философии. Я хочу обратить внимание, что пока нет философии, проблемы нет. Проблемы возникают только, когда вы начинаете заниматься философией. До этого нет проблем. Но мир сотворен. Какие проблемы у вас это порождает? У меня никаких. И если бы я не читал, скажем, или не слышал от кого-то, или не слышал в плохих пересказах от кого-то, Аристотеля или Платона, то у меня бы не возникло никаких проблем с этим положением. Но сотворен. А в тот момент, когда вы начинаете заниматься философией, то вы узнаете, что греческие философии считали, что мир существовал вечно. Значит, это проблема, обратите внимание, еврейской философии, и на самом деле это же проблема арабской философии. В результате некоторую проблематику во всем, что касается теологии, евреи, именно список вопросов, на которые надо отвечать, они подцепляют у арабов. Это проблема единства, Бога. Я вот формулирую те проблемы, которые есть. И эта проблема, вот она у христиан решается более-менее легко и очень плохо решается у монотолистов против евреев и мусульман, а именно, как возможно пророчество. Если Бог велик, то как возможно, вот замечу, не магия, не прозрение, не предсказание, не подобные эзотерические штучки, а как Бог может обращаться к людям. Вот эта проблема вторая, которая возникает. Где-то это основные проблемы, на самом деле я чуть ли не начал и кончил эти основные проблемы, а проблемы единства и так далее. И я хочу заметить, что вообще-то, еще раз, это история про то, что не будь еврейских занятий философии, проблема единства в том смысле, в каком его ставят теологи, не в том, что Бог один, здесь нет проблем, а проблема единства в том, что он не только единый, он еще и не изменен, тут давайте я сформулирую, может быть, надо сформулировать эту формулу вопроса. Согласно базовым греческим доктринам, у нас должно получиться, что Бог не изменен, а тем самым тут же возникает серия вопросов. Как он знает? Вот смотрите, вот частный вопрос. Если он что-то узнал новое, то он изменился, правильно? А значит, он вроде не должен узнавать ничего нового, но тогда он не в системе. То есть, как бы отрицая у Бога узнавание, мы несколько ограничиваем его, а признавая за Богом возможность узнать что-то новое, мы как бы наносим ущерб его единству, его неизменности. Единство надо понимать как неизменность. Вот этот круг вопросов достигает на самом деле. Одновременно и здесь можно долго ходить, но вы долго будете смеяться. Дело в том, что одновременно параллельно вот тому, что я рассказывал Рафсаде, да он и начало интереса к философии, ведь в том мире весьма активно развивалась Каббала. и количество отрывков каббалистических текстов, которые найдены в наше время, некоторые опубликованы, они зашкаливают. Это не так Каббала, к которому мы привыкли, это не школа Арии, не школа Раби-Мойши Краду-Вейро, это не школа Раби-Абрама Булафия, это не вот эти школы, это другие школы, которые обычно употребляют оборот цепут и холод. От них в практике осталось несколько молитв, например, НКЛОКЭЙ, но это оттуда идет молитва вот из этой литературы. Оттуда несколько капалистических текстов типа АТИЁДДОРАБЯ КИЕВА такого сорта еще там много есть довольно много интересных вещей. Оттуда идут вся теория шмот имен, только слово именно надо понимать не как имена Бога, а чуть чуть по-другому за ним. Работа с буквами как с инструментом таким, ну, заклинательным в смысле уровнем. Популярность книги ЕЦЕРА в тот период совершенно огромный. А так как про книгу ЕЦЕРА до сих пор так и не ясно, когда ее написали, я уже говорю, профессор Либис взялся доказать, что это книга где-то века шестого, а в результате пришел к выводу, что она скорее где-то века первого до новой эры где-то вот туда ее отправили. Там с этой книгой нет. Сплошные проблемы с определением, когда написано, она была безумно популярна. А вот там, где есть каббалистическая литература, поймите, зачем нужна теология и наука о Боге, где есть каббала. Опять, я не трогаю книгу Зогрова. В данный момент я упорно избегаю говорить о книге Зогрова, ровно потому, что она как бы, ежели что-то там происходило, то это не было открыто на бумагу, не было на бумагу, по крайней мере. Поэтому, что там обсуждали, трудно сказать. А то, что каббала была во времена Атаная, это истории про Раби Акиву, Бензума и Беназая. И Ахэр, кстати, там тоже было к этому отношению. Раби Алиша, Беназуя. То есть традиция была, но эта традиция как бы она не очень хорошо раскрыта в кисленном мире. А как раз каббала занимала место теологии, причем я тут хочу оговориться, что вот расцвет еврейской философии, еврейская философия кончается где-то последним, кого надо отнести к этой области, это Раби Йосиф Альба. Я вообще обычно его называю последним именно Раби Йосиф Альба. За ним идет еврейский философ, извините, философ еврей, но не еврейский философ Спиноза, и это новая европейская философия, кстати, Спиноза внучатый ученик Раби Хездая Хрестуса, и видно насколько он зависим от Хездая Хрестуса. Просто зависим от меня. Видно насколько идеи к ним переходят. Вот эти идеи. Но вот когда еврейская философия надолго кончилась, и, скажем, до Машем Эндерсона, а это конец XVIII века, ее практически не было, то на ее место полностью заняла Каббала. и все теологические проблемы Каббала решают нестеркно лучше, как в Ассеке, в Ассеке, Ассеке. И когда евреи занимаются теологией именно, то нормальные евреи почти моментально переходят к Каббале, если это интересует вопрос. потому что Каббала и есть настоящая еврейская теология. Все остальное это попытка говорить, чирикать на иностранном языке обозначилась вот так. Это не родной язык, язык философии, язык теологии, а и философский язык технологии для евреев не родной, и вы долго будете смеяться родным так и не стал. Каббала его вытесняет раз за разом, как только чуть-чуть не дают волю, Каббала вытесняет всю эту линию еврейских умств. То есть вот эту философскую теологию Каббала вытесняет на так абсолютно. Пусть у меня обычайно, у меня всегда это поражает. Наверное, потому что это родной язык. по этому поводу вот теперь споры, на самом деле это не период споров, это период обозначения вопросов. Нужно обозначить каким-то образом вопросов. По этому поводу еще раз обратить внимание, у евреев очень слабо связаны теологические диспуты. Просто потому что, еще раз, теология достаточно неродной язык. Тем менее, несколько трактатов с явно теологическими проходами сохранилось. Это тот же самый Рамбом, это тот же совершенно блистательный автор Хводха в Бавод Робейну Бахи и Дон Пакуда. Действительно, читать его невыносимо. Для современного человека это такой средневековый арабский стиль. Арабский в смысле стилистический. Занудное, четкое перечисление всего подряд, чего надо перечислить. Но у него роскошнейшее построение, вот что такое роскошь. Просто роскошнейшее построение, что делать, если умному человеку не нравится массовая религия. Вот Панк, фолькс-религия, он четко различает фолькс-религию, обратим внимание, что такое хорошие мозги, он четко различает фолькс-религию, народную религию и религию интеллигентного человека, которого может она не устроить и что в связи с этим делать. И он великолепен во всех этих рассуждениях, в рекомендациях по этому поводу. И это, согласитесь, что сама постановка вопроса, я не знаю, просто я вас не вижу, мне было бы интересно посмотреть на вашей физиономии по этому поводу, но сама постановка вопроса свидетельствует о высоком классе автора. И я бы сказал, что этот вопрос, который во все века существует, правда? И вот, скажем, вот, знаменитая история у релида Косты, по которому создана опера, там целая, Рубинштейна. Значит, у релида Коста испанский, по-моему, выкрестил. Но он сбежал, перешел в иудаизм, столкнул, и он знал, как должен выглядеть правильный иудаизм, столкнулся с практическим иудаизмом, ему это не понравилось, написал какой-то пашквиль по этому поводу, ушел к христианам, там он понял, что это совсем не то, написал какой-то пашквиль про христиан, вернулся на садки евреям, потом еще раз, ну и так далее. То есть, вот эта метущаяся душа плохо кончила. Но такой он, он один, что ли, такой. Такие во все времена были. Значит, ну, я вот просто пытаюсь очертить, но я пытаюсь сказать, проблемы, которые тогда добыли, это же еще время постановки вопросов, время споров. Давайте скажем так, скажем, Ибн Гвироль и, я специально вот крайности беру, Ибн Гвироль, Рабишлому Ибн Гвироль и Рабам, Радамашу Бен Мэймон, они абсолютно не похожи друг на друга. Они совершенно теологически совершенно разные. Один, Шлом Ибн Гвироль, яркий, ну, ярлык, если надо повесить, плутонист, хотя, по-моему, Ибн Гвироль не исчерпывается словом платонист, но он поэт, ему можно. И рационалист, суперрационалист, но Рабимашу Бен Мэймон, он суперрационалист, но почитайте его некоторые тексты в Мурене Вухиме, вы обнаружите, что он человек очень мистический, просто мистический, который мистику чувствует и понимает. Другой рассказал, что он не хочет на эту тему писать. Так вот, вот это время, которое мы говорим, вот это предшествующее время, предшествующее литературе и начало литературной эпохи еврейской. Я еще раз, я под литературой буду, вот слово литературу употребляю в смысле авторская книга, что ли. Там здесь литература, там есть авторы. Она наступает еще раз, только в X веке. До этого ее нет, поэтому споров, теологических диспутов, ну, вы можете, конечно, считать теологическим диспутом, например, послание Рава Саади Гаона на тему установления еврейского календаря. Эта тема всегда была завязана на куче сектантских штучек, как-то не странно, потому что там со времен древних попытка перейти с лунно-солнечного еврейского календаря на чисто солнечный, например, или чисто лунный, они всегда были, характерно для кучи сект. Но вот книга юбилеев, сомнительная такая книга, но где-то первый век до новой эры, по всей видимости, она канонизирована для эфиопской христианской общини, и к ней очень хорошо относятся эфиопские евреи. Значит, там, по-моему, календарь солнечный. Но споры по поводу вот этого установки календаря, они, как это ни странно, обычно вот это чисто формальный спор по поводу как определяется год, как определяется месяц, когда новое месячо, когда, как сводится лунный календарь солнечный, чтобы получить, чтобы месяц был лунный, а год был солнечный. Как это ни странно, вот сегодня современному человеку трудно понять накал этого спора, а этот спор религиозный. И за ним обычно скрывается нить. Он выглядит чисто технически, но смотрите, мы все в детстве читали книги о календарях. Мы читали и знаем длинные споры попытки установить современный календарь. в 30-е годы там был короткий период, когда была введена пятидневка. она была вообще-то это рекомендация установить подобный тип календарь. Это рекомендация считывали не легенация была. Другой раз говорил, что ни одна нормальная страда не отреагировала на эту рекомендацию. Но там попытки построить правильный календарь, типа 12 месяцев по 30 дней не зависящие от ничего и 5 дней дополнительных так по-разному распиханной в разные части календаря 5 или 6 которые надо было объявить праздники. Таких теорий много. Но когда мы читаем их мы не видим за ними никакого религиозного накала за этими предложениями. А просто предложения как бы сделать удобными расчеты финансовые кстати. Как правило за такие календари выступают финансисты а не ученые. Финансистам очень хочется чтобы все месяцы были одинаковыми и удобнее писать отчеты сравнивать и так далее чем вот эти сложные расчеты месяц столько дней потом еще число недели в месяц и никогда непредсказуемо ну то есть предсказуемо но иногда четыре иногда пять ну четыре февраля да ну вот как бы число месяцев выходных сколько выходных будет в месяц вот но мы не видим совсем за этим никакого религиозного накала за этими спорами а вот спор еврейский о календаре это всегда очень религиозно накаленная тема по этому поводу когда вы ее читаете как бы мы хмыкаем потому что нам это кажется технический разговор на техническую тему и нормальные люди пропускают но они просто не замечают теологическую накала в этом споре потому что это вопрос о устройстве мира устройстве общества и устройстве бога вот ну вот это то чего я сегодня хотел сказать и если есть какие-то вопросы то вперед мэр маленький вопрос технический последняя тема о спорах еврейских о календарях а где можно читать основы еврейского календаря вообще тема о спорах именно о спорах я не знаю вот книгу где все собрано потому что я читал это по разным в основном первоисточникам причем и несколько книг есть несколько очень важных книг об устройстве еврейского календаря где приведены основные мнения о том как это должно идти книга типа Алэйшминд вот я называю даже не знаю автора знаю что он так называется дома лежит где-то я старательно вычисляю старательно делается вычисление для календаря в основном темы посвящены книг в основном посвящены как надо вычислять слушайте вам что-нибудь говорит метонов цикл оборот это формула которая указывает число солнечных лет в перечислении на лунные месяцы 29 по-моему солнечных лет равняется 243 да 243 месяца а синхронизация синхронизация основные споры посвящены синхронизации в современных книгах на эту тему но так как приходится обсуждать разные мнения по этому поводу есть несколько книг все связаны вот например у раби абраама ибнезры есть книга в защиту субботы ну тоненькая брошюрка в защиту царицы субботы краткое содержание суббота начинается вечером а не утром потому что в лапы попалась чья-то книжка где автор пытался доказать обратное вы догадываетесь какой накал в этой книжке где там к нему в видении явилась царица субботы попросился хитить ее и вот он пишет эту книгу а это установление часов да и суток календарная тема представляете какой накал был когда он писал эту книгу да и был я тогда на краю земли там книга начинается край земли это Англия кстати был на краю земли и там к нему явилась царица субботы с просьбой защитить ее ну и так далее вот вот этот накал вот таких книг современному читателю просто не заметят регулярно поэтому когда задается вопрос у них что споров не было мы просто не замечаем регулярно подводных течений в этих спорах что за этим очень часто стоит намного больше чем формальная сторона они вот это стиль мышления и он сохранился что когда кого-то хотят спорить то нужны формальные очень основания для спора потому что у тебя свое мнение у меня свое мнение мы можем поделиться привести аргументы в пользу этого но настоящего длинного спора у нас не получится до тех пор пока не найдется какой-то камень который нас разделяет вот смертельно где я считаю что это только при его наличии а кто-то считает что только при его отсутствии вот только здесь может возникнуть действительно настоящий действие до этого ну вот ибун Гверолю вот Рамбан вот Рамбан вот Рамбан вот Раби Маша бен Маймон вот Раби Маша бен Махман они не похожи очень интересно это его мнение это его мнение очень интересно споры у меня не получаются можно спросить и сказать что-то значит по поводу Филона Александрийского в общем-то насколько я знаю у Бреков было уже понятие трансцендентного то есть идея как идеи связаны значит с вещами значит у Платона была своя свое решение у Аристотеля свое решение вот то есть понятие множественности оно как бы не было в ней проблемы мне кажется значит понятие бесконечности поскольку время и пространство оно считалось в общем-то делом высшего так сказать мира то есть или это мира идеи или как Филон считал что это всевышний трансцендент а вот какая действительно у него была проблема насколько я знаю это то что трансцендентное его всегда корили как трансцендентный всевышний который довольно антропоморфный тем более это стало острым вопросом как он связан действительно с миром реальным физическим в котором мы живем и вот тогда он придумал что это логос которое было понятие очень популярно в те времена и он сказал что логос это сын божий то есть он тоже антропоморфный он этого не говорил он сказал что это сын божий он так это и назвал поймите вы врите слово бен тут надо оговориться вы меня извините это длинная тема слово бен вы врите который переводит сын и например вы браете бне израэль сына израэля сына израэля но слово бен вы врите служебное слово и в результате появляется все равно порождение неважно например бен шева сын семи да это не сын семи это семилетний слово бен вы врите оно техническое и бне элогеем например это не сыны божии а те кто состоят в свите божии хорошо я понимаю да может быть это не меняется на сути как интерпретировать он не это имел не имел в виду сын в буквальном смысле но посредник какой-то посредник я хочу вот эмиль я хочу сказать довольно важное вот для толмуда для толмуда нет проблемы трансцендентного бога он не понимает он не видит этой проблемы потому что проблема эта возникнет только после знакомства с философией ну да я согласен формулируется совершенно куда более технически технически проблема выглядит следующим образом эта проблема которая была у христиан и эту проблему унаследовали мусульмане на самом деле они не признаются в этом но они наследовали в Мишапуре эту тему если вам интересно город где они унаследовали эту проблему проблема выглядит следующим образом греческий бог а философия наследует греков греческий единый давайте более точно формулировать вот что греки имеют ввиду когда говорят слово бог принято говорить греки понятие единого бога это не бог это единый греческий единый он трансцендентальный и трансцендентный не хочу сейчас уходить терминологию избегаю всеми силами кстати вы можете заметить я знаю все терминологии просто не люблю ею пользоваться библейский бог это личный бог это бог с которым общаются общаются словом или делом и он с нами общается словом или делом проблема которая возникла у христиан которые первоначальные христиане я имею в виду Павел и вокруг него эту группу они греческие они греки и они эта проблема у них есть а у евреев и Филон Александрийский живет среди греков и он эту проблему знает а евреи эту проблему просто не видят так вот проблема выглядит так очень хочется если я наследую греческую философию и одновременно какую-то вариацию на библейскую тему то очень хочется совместить еврейского бога с греческим единым и вот за это и есть проблема трансцендентальности обратите внимание то как я сейчас формулировал это это оказывается проблема философов а не мировоззрений я с вами совершенно согласен у них не было проблемы трансцендентности правильно это не проблема филона александрийского он просто это так сказать в угоду грекам что-то такое сказал чтобы от него как бы отстали чтобы показать не в угоду теория логоса она хороша и скажем вот у саади гаона есть вариации на эту тему там другими словами я не буду сейчас ходить в теорию у саади гаона теория логоса хороша ее можно увязать и я знаю через что откуда мысль это у филона это называется хамалаха гадоль великий ангел она где-то вот мостик между теорией логоса и библейским и библейским богом это где-то мостик вот такой есть но но вот то что я пытаюсь сейчас еврей этой проблемы не знает талмуд не понимает проблемы потому что для талмуда бог это личность вот это очень важная вещь это у философа проблема бог как личность для философа это антропоморфизм при этом еще раз талмудическая литература мидраж отлично знает что представление о боге как личности это антропоморфизм и например да здравствуют пророки которые уподобили авторотворению то есть они прекрасно понимают что все аналогии к богу через земные понятия это антропоморфизм это попытка как-то приблизить понятие то есть это талмуд это понимает я согласен у меня нет проблем с еврейской вот что я понятно хорошо я это все понимаю я у меня нет с этим я совершенно согласен с этим то есть я хотел просто сказать что как эта проблема стоялась множественностью для евреев не было действительно этой проблемы не множественностью потому что всевышний сотворил не трансцендентный поскольку он отделен пока рапсадия гаон молчит и рабейцы к израиле молчат эти проблемы евреи не знают да совершенно верно она появляется у них и достигает своего пика в Мурена в Ухим Рамбама и в Оргашем Равахиздая Крэскас у меня другой вопрос еще с этим все понятно я просто хотел в этот момент подчеркнуть как это все было а вот насчет кабалы то есть насколько кабалу можно назвать еврейской философии здесь у меня как бы более серьезный такой вопрос поскольку была это некий ну да как теология даже даже как теология поскольку она есть некий такой как бы я бы сказал это мета язык некая математика которая прилагается к таре которая объясняет на каком-то более микро уровне те вещи о которых то есть они могут считаться новым языком более убедительными поскольку язык который он очень как бы слишком такой натуральный реальный а здесь как бы дается возможность как бы найти какую-то структуру какой-то такой язык который это все как бы может обобщить и уточнить и иногда даже решить какие-то проблемы я полностью с вами согласен вы правильно сказали но кроме этого языка это описание некоторой реальности ну да это некая метафизика такая вот специфическая да я теология и метафизика вот я забыл второе слово метафизика это вот такое соединение теологии с метафизикой потому что конечно каббала это очень просто это такое соединение теологии с метафизикой но обратно внимание При ее наличии, зачем нужна философия? Другой разговор, что я, вы сами видите, сторонник вполне философских подходов, просто потому что язык философии четче. Четко обычно вот это дефиниции, дистинции, определение, описание через признаки. Философия уже существенно. Очень такая нечеткая всюду, она предпочитает действовать комплексами такими, у них есть готовые серии комплексов, которые она комбинирует. И вот этой четкости в Кабале, она просто запрещена для Кабалы. Ну да, так я поэтому говорю, что философия, она, хочешь не хочешь, она строится на логике. Здесь как бы получается, вот этот логос, переход к рассудку, он совершенно четко просматривается. То есть это в современной философии, там в Канте это уж точно, да, это все проработано очень хорошо все. Но, тем не менее, этот вопрос как бы связи действительно уж с философией, именно с этим или логосом, или логикой вернее, вот, он все равно в рейсе стоит. То есть он, поскольку это хочешь не хочешь, а Тора это мифология, в этом она отличается от философии, всем при том. Я с вашего позволения должен спросить, в каком смысле вы употребили слово мифология. Мифология я употребляю в том смысле, что там это не с помощью рассудка, а с помощью метафоры. Тут все как бы объясняем Тору, мы используем другой язык, другую технику. Вот, вывода и, значит, объяснений, толкований, то есть есть некий абсолют, это письменная Тора, и вот мы ее, как бы, толпуем, трактуем, используя, как бы, вот, нашу интуицию, используя определенные какие-то правила, которые мы вводим, допустим, 13 правил Ишмейля. Вот, и 70 шивим по ним для Тора, и авторитетов, то есть целая система, вот это как раз мне очень было бы интересно об этом наговорить, как убеждает нас, как бы, тот или иной Медраж, и как нас, что, почему подается предпочтение чему-то одному, а не другому. Я считаю, что изучение Медражей и логики Медражей дело мрачное по техническим причинам, а не технически очень мрачное занятие, потому что объяснять, как это устроено. Вот я об этом и говорю, это затемненное. Это очень мрачное занятие, скажем, публично. Это есть мифология, именно это я подразумеваю мифологию. Нет, но мне очень не нравится это слово. Ну почему, а это принято... Говорите слово мифология про книгу, где нету ни одного мифа. Да это не миф, ну, например, искусство тоже считается каким-то... А это слово такое? Называть мифологией книгу, которая на мифы не похожа вообще от слова никак? Вы сравниваете с греческим мифом. А это не имеется в виду греческий миф. Здесь имеется в виду способ рассуждений, то есть способ устройства входа к реальности. Своё слово, а то путаница возникает. Ну, это современное понятие, я не знаю, другого слова нет. Нет, современное понятие слова мифология, у меня лежит книжка, 13 определений слова мифология. Одно не похоже на другое. Я имею в виду философию, как она определяется. Я философскую книгу говорю, вы что думаете, я на советскую книгу ссылаюсь, а на популярную. Если книга занимается, начинается с того, чтобы подробно рассказывать 13-й теорий мифа, то знаете ли... Ну, вот, например, я приведу объяснение. Если логика, она имеет свой определенный закон, исключенного третьего, противоречия и так далее, то здесь это некая такая антитетика или диалектика, когда строится всё на противоположности, когда очень похоже на кабалу, кабалу тоже фактически продолжает этот же язык фактически, когда создаётся небо и земля, создаются... И всё это, значит, все эти пары, они являются порождающими нечто третье, нечто новое. И здесь, как эта вся структура, это бинарная структура, как это принято называть, как она вся развивается. Здесь не действует логика линейная, да, то есть из посылок, из силогизма, да, то есть из чего-то... Обратите внимание, вы уже воспользуетесь чем-то любопытным довольно-таки комментарием к рассказу Бариши, я бинарности там не вижу, честно говоря. Ну, так она всё... Ну, я могу порекомендовать то, что я там уже успел как бы зафиксировать, можете посмотреть и слово сказать, я не знаю, если вас это интересно. Достойный взгляд, вот обратите внимание, нам не о чем спорить здесь, это достойный взгляд. От того, что я не вижу бинарности, это не значит, что никто её там видит, и её там не должно быть. Она там есть, может быть. Ну, а в Кабале вы видите бинарность? Нет. И в Кабале вы не видите бинарность? Ну, как же, вот Гвура, Хесед порождают третье Тферет и так далее, и так далее. Боже упаси, Боже упаси. Как же Боже упаси? Хесед и Гвура не порождают Тферет. Тферет не зависит от силы. Ну, тогда, может быть, я ошибаюсь в чём-то в Кабале, я не стану спорить, потому что это… Тферет – абсолютно независимая сила. Тферет – это гармония. Хорошо. Но это есть сочинение. Она не возникает из комбинации Гвуры и Хесед. Она является силой, которая уравновешивает Гвуру и Хесед. Это отдельная сила. Если хотите, классический пример Гвура и Хесед – чашки весов. Тферет – это, лошонма, знаем, опора кромысла. Опора кромысла не является комбинацией двух чашек весов. Это отдельная сила. Она является их сочетанием, равновесимой. Положение весов является сочетанием двух чашек весов и опоры кромысла трёх точек. Трёх. Да, совершенно верно. Я про это и говорю. То есть не три, а когда мы говорим про Тферет – точек шеи. Ну, хорошо. Это когда мы дополняем до полного, так сказать. Да, я согласен. Но еще раз, я просто предупреждаю. Нет ни одной системы Кабалы, в которой Тферет является комбинацией Хесед и Гвура. Комбинацией двух противоположающих сфер может быть дат. Ну, я не говорю комбинацией, понимаете. Смотрите, комбинация женщины и мужчины – это комбинация женщины и мужчины не является ребёнком, да? Но в каком-то смысле она так и да является. Тферет является ребёнком ни в коем случае. Вот ни в коем случае, но он порождается, этот ребёнок. Нет. Мужчина и генотип женщины. Нет, ни в коем случае. Тферет в том-то и вот это я пытаюсь сейчас сказать. Вы меня извините, но мы идём не в ту тему. Я не собираюсь рассказывать базовые основы Кабалы. Хорошо, останемся каждый. Но вам придётся поверить мне на слово. Тферет не порожден. Никоим образом он абсолютно независен от Хесед и Гвуры. Причём независен от слова «вообще». Вот нельзя. Кабала показывает, и Тору, как мы её учим, что из одного возникает множество. Значит, здесь Всевышний создаёт землю… Из одного возникает множество. Это не через Талмуд и Саргасферот идёт, а через Шалшел и Таламот. Из мира… Оси… Хорошо. А земля и небо являются парой или нет? Что между землёй и небом рождается жизнь? Нет, не являются парой, а являются неразделимым комплексом. Ну, понимаете, вы тут есть более глубокие какие-то вещи. То есть, хотите ли вы, не хотите, а язык состоит из… Как плюс и минус, да? Вы понимаете? Плюс и минус. Вы можете сказать, что мотор работает от того, что есть ток. Извините, пожалуйста, мне надо идти уже. Извините, пожалуйста, я буду прекратить дозволенные речи. Мне надо… Хорошо. Ладно. Окей. Мы продвинулись и углубились, но всего не сможем сегодня решить. Мы не можем сначала друг начинать говорить Талмуд и Саргасферот. Да, но я боюсь, что мы так плавно войдём в субботу и так дальше, на самом деле. Да, да, да. Окей. Но у нас ещё как бы шиши перед нами есть, между нами и субботой. Правильно? Всем акидь фатес. Окей. Ну, хорошо. Тогда всем спасибо за участие. Мейру огромное спасибо. Спасибо, Мейру. Спасибо, Мейру. Внимание. Окей.